Привет! Сегодня у нас прямой эфир с Наташей Грищенко. Это у нас новый эксперт Эми Онлайн. Тема Ace Base. Я модель. Сейчас сделаем на четыре моих пальчика с дизайном и сравним с файбербазой. Нас попросил отдел дистрибьюции, чтобы мы сделали сравнительный анализ именно с файбербазами. Не знаю почему. Ну попросили, значит сравним с файбербазами. Расскажем про особенности Ace Base, для чего мы ее создавали. В чем идея цветных файбербаз? Не файбербаз, а цветных Ace Base. Потому что у нас есть цветные базы. Это линейка Твини. Поставьте, кстати, плюсики, кто работает с Твини гелями. У нас Твини гели цветные, они выходили в классике в банках. Жесткая система. И также в гель-лаках. Мягкая система гель-лаковая. Вот. И через год пришла идея сделать новую формулу. Более жесткую, не такую мягкую. И сделать более пигментированные базы. Не такие полупрозрачные, как наши Твини. И как вообще базы цветные на рынке. Наши базы Ace Base. Настя, как ты считаешь? Ну, они очень плотные. Они приближаются по плотности к обычному цветному гель-лаку. Но здесь вот как раз таится такой вот момент. Нужно быть осторожным со слоями. Да, потому что они очень пигментированы. Они очень плотно пигментированы. Да, надо быть осторожны с просушкой. Но они очень круто ложатся по линии кутикулы. Сейчас вы это очень хорошо увидите. Мы тут протестировали. Протестировали на жесткость. Я рекомендую всем, когда вы покупаете какой-то новый продукт, всегда, если есть какие-то сомнения, куда использовать, на каких руках какую-либо базу, всегда хорошо протестировать на жесткость. Как мы это делаем? Мы берем... Давайте перевернемся, да? Такая лампа красивая, новая, невозможно. Так. Наши Ace Base, они у нас из шести оттенков. Три, четыре, пять, шесть. Вот они. Они очень нежные, пастельные. И очень круто ложатся. То есть они не полосят. Если вы будете наносить их даже в тонкую... Ну, рекомендуется все-таки, конечно, любую базу наносить с выравниванием, с нанесением, ну, с соблюдением архитектуры, конечно же, да? Поэтому... Угу. Вот они, оттеночки, просто вкусняшки. Конфитули. Я вообще матовые обожаю, обожаю матовые. Ну и глянец тоже очень хорошо заходит. Очень красивые оттенки. Под любой цвет кожи вы можете клиенту предложить абсолютно на разный вкус и цвет. Вот, обращаю... Обращаю ваше внимание на базу номер шесть. Она белая. Вот. И это очень крутая экономия времени, когда вы работаете с нейлдрессами. Особенно, когда вы работаете с нейлдрессами на весь ноготь. Когда нужна подложка из белого цвета, допустим. Вы наносите шестую базу Ace Base, и у вас два в одном сразу белый цвет. И вы можете легко наносить любой слайдер, любой дизайн, и уже не париться по нанесению цвета. Вот это очень экономит время. Ну и в целом, то, что в цветах... То, что в базах присутствует цвет, это колоссальная экономия времени. Представьте, что вы наносите сразу базу и цвет в одном флаконе. То есть вам не нужно повторно еще наносить цвет. Не трясу типсы. Хотите сфотографировать? Скриншотик делайте, пожалуйста. Ложечки. Это вы, девочки, на Алиэкспресс заходите, покупаете ложечки себе, пачечку, и делаете вот такие выкраски в два слоя. Они не двойные, да? Они тут подклеены. Мне очень понравилась 0,1, но 0,6 очень жидкая. Во два слоя. Они абсолютно одинаковые по вязкости, поэтому если вам 0,6 понравилась, то... Смотрите, есть такой момент, что когда вы наносите, если имеете в виду, что жидкая и полупрозрачная, да, я правильно понимаю, имеется в виду? Нет, жидкая. Про слайдеры мы сейчас говорили, может быть, по этому вопрос. Если имеете в виду, что она полупрозрачная, под слайдеры, допустим, да, если наносить, то нам под слайдеры-то особо и не нужен цвет. Нам нужно немножечко высветлить просто основу, чтобы слайдер ложился ровно. Так, файбер, да, у нас файбербаза. Сравним. Да, я хочу показать именно по жесткости файбербаза и эйс-база. И по вязкости. По вязкости, смотрите, да, эйс-бейс, она более жидкая, действительно, чем база файбер. Но, на самом деле, вот тут на любителя. Кто-то говорит, что файбер, наоборот, очень густая. Кто-то, наоборот, говорит, что эйс-бейс очень жидкая. Ну, то есть, тут как вам комфортнее работать? Но, на самом деле, у нее консистенция, она очень быстро выравнивается, но она достаточно густая и не течет. То есть, она для того сделана такая жидкая, чтобы она быстро выравнивалась, да, но она не настолько жидкая, чтобы она затекала под кутикулу или боковые валики. Файбербаза, она более густая. Она, конечно, прям вот такая кисельная, скажем так, но она тоже, это не мешает ей быстро выравниваться абсолютно. У нее очень хорошая адгезия такая же, да, как у эйс-бейс. Просто они немножко разные по консистенции. Ну, и по жесткости тоже. Ну, и по жесткости, да, мы сейчас с вами проверим. Я сейчас нанесу сразу файбербазу. Наносите на такую фольгушечку в нетонкий слой, чтобы вам было понятно. Нанесли. Запомнили, у нас справа файбербаза будет, слева база эйс-бейс. Прямо в такой хороший слой. И спальмеризовали минуту в лампе. Убираем флакончики. Так, у нас рука модели нашей готова. Пока суть до дела. Давайте обезжирим. Обезжирим клиента. И поработаем... Каким цветом? Сиром поработаем? Сиром, да. Мы поработаем вот этим цветом. 0,4 оттенок. Для нанесения эйс-бейс нам достаточно обезжирить просто ногтевую пластину. И можно нанести ультрабонд. Если вы пропустите нанесение ультрабонда, ничего страшного. Но для лучшей сцепки подстраховать себя, если у нас клиент очень активный, да, мы видим, то лучше ультрабонд наносить. Можно ультрабонд нанести только на кончик, на свободный край. Я буду наносить на всю ногтевую пластину ультрабонд. Сейчас как раз базы подсохли наши. Я их протестирую, покажу вам. Не забываем, да, что грунтовку мы наносим очень легко. Просто в один мазочек. И не заливаем никогда ультрабонд под кутикулы и боковые валики. Потому как, если мы куда-то его зальем, у нас следующие все покрытия будут заливаться туда же абсолютно. Поэтому очень аккуратно наносим. Дважды по одному месту стараемся не проходиться. Потому что сильно такая зажиренная поверхность от ультрабонда, она тоже может спровоцировать отслойки. Тут надо прямо его в меру нанести. То есть мало нанесете, может отслойка появиться. Много нанесете, может также появиться отслойка. Пока ультрабонд у нас минуту на воздухе сохнет, проверим наши базы. Можно их снять, но, как правило, они плохо снимаются с подложки. Вот справа, да, слева, вернее, да, у нас была база Fiber. Вот, смотрите. Она достаточно жесткая, но, тем не менее, очень пластичная. И здесь у нас база Ace. То есть мне нужно чуть больше усилий, чтобы ее сломать. Вы можете самостоятельно проверять все базы ваши и выбирать, да. Соответственно, чем жестче база, тем более такие сухие и жесткие ногти. Она тем для таких более сухих. Какой-то вывод сделала, вот когда. Ну, смотрите. Файбер база, она подходит, на самом деле, для сухих и ломких ногтей. Ace Base, она практически универсальна. Она и для влажных хороша. Но если вы используете, допустим, на подростковых руках, можно взять подложку тогда. Потому что они все-таки очень жесткие и больше, уже ближе все-таки к гелевым системам. Но еще это гель-лак все-таки, да. И если мы работаем на влажных руках, можно подстраховать себя и взять подложку. Ну, допустим, да. Либо медиум, либо бейс-гель. Ну, что-то вот одно из этого, да. Ну, и также, когда мы работаем пигментированными базами, не забываем о том, что пигменты чуть-чуть снижают адгезию. Это не сильно сказывается на стойкости. Но если вы видите, что у вас клиент какой-то там очень гиперактивный, сумасшедший, да, опять же, вы можете подстраховаться и нанести подложку, чтобы скомпенсировать вот это понижение адгезии за счет нанесения пигментированной базы. Ну, мы сейчас планируем формулу Ace Base выпустить в прозрачке. Круто. Поэтому кому эта формула понравилась, она скоро в прозрачном виде будет. Так, ну, приступим. У нас ультрабонд уже подсох. Мы работаем без подложки. Я просто обезжирила ногтевую пластину, нанесла грунтовку из ультрабонда. И начинаю работать в технике гель-лакового укрепления. Ну, смотрите, когда мы работаем даже гель-лаковой базой, мы всегда стараемся соблюдать архитектуру. Где у нас должна быть, на что обращаем внимание при соблюдении архитектуры? Это боковые параллели и продольный изгиб, поперечный изгиб, да. То есть соблюдаем эти все наши параметры, и у нас ноготь будет носиться очень хорошо. Мне чуть-чуть надо приподняться и просто приблизить. Угу. Сначала прокрываем тоненько. Я буду наносить эйс-бейс в два слоя, в две капли. Мне так комфортнее работать. Но если у вас ногтевая пластина небольшой длины, там под корешок убрана, допустим, да, у вас и сама ногтевая пластина небольшая, можете и в одну каплю пройтись. Чтобы наносить второй слой, я отступила немножко от линии кутикулы. Туда я буду заводить второй слой эйс-бейс. Если я сразу нанесу под кутикулу, то при отрастании у меня по линии кутикулы будет такой горб. Это будет не очень красиво, не очень аккуратно отрастать. Нанесли тоненько по боковым линиям, нанесли встык, до торца дотянули. И берем, набираем базу на одну сторону кисточки. Вот таким вот образом. Здесь у меня базы нет, здесь база есть. Переворачиваю к ногтевой пластине кисть стороной, на которой есть материал. Слегка вот так потопчусь, 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 капельку эту как бы сброшу. Приподнимаю кисть и стягиваю на себя. Обязательно дотягивайте до свободного края, не оставляйте кисть на середине. Пузырек обязательно убираем, нам он не нужен. И ждем, пока у нас материал разровняется. Можно ребрышком кисти помочь подравняться с одной стороны и с другой стороны. Можно развернуть палец, посмотреть в торец. Сейчас я покажу, сейчас я подсушу. И покажу, как очень удобно моделировать, когда пальчик перевернут и поднимать его не горизонтально к столу, а как бы под 45 градусов. Это очень удобно. Вы сразу видите боковые параллели. Сейчас мы сполимеризуем первый слой. И, кстати, самое главное, Ace Base это не горячая база. Да, вот это, кстати, очень круто, потому что многие клиенты, если у нас ногти тонкие и проблемные, они чаще всего чувствительные. И Ace Base в этом случае, она... Ну как, понятно, что температура есть при полимеризации, но вот у меня сейчас в хлам убитые ногти, по ним сейчас видно, что они тонкие, как тряпочки. Вот, мне вот комфортно, я даже руку не вынимаю из лампы. Так, а что мы будем? Все, просушка базы полная. Это минута, полторы-две, зависит от мощности вашей лампы. В лампе Эми 60 секунд достаточно. Далее мы продолжаем второй слой наносить. Обещала показать, да, как выравнивание выполнять, если поднимаем под 45 градусов. Вот представим, что у меня здесь стол, да, и по отношению к столу, вот сейчас я держу параллельно пальчик. Видно, что-то мне кажется. Вот так я держу, допустим, параллельно. И когда вы смотрите в торец, вы видите вот такую картину. Как только я приподнимаю под 45 пальчик, я сразу, мне открываются вот эти ребра жесткости, боковые параллели. И я сразу вижу, куда материалы мне нужно доложить. Вот видно, что здесь небольшие такие вогнутые боковые параллели, и мне нужно их слегка выровнять, чтобы архитектуру подровнять, да, чтобы визуально ногтевая пластина смотрелась такая красивенькая, пухленькая, ну, не толстая, да, по толщине. То есть не продольный изгиб нам нужно дополнять толщину, а именно по боковым линиям. Все, и теперь второй слой. И второй слой, да, мы подбираемся поближе к линии кутикулы. Ну, тоже можно оставить небольшое расстояние для топа. Прям капелюшечку оставляем. Кисточки потрясные тут, конечно, тоже. Немаловажный факт. Очень удобные вот эти овальные новые кисточки. Тебе нравится, наверное? То есть процент мастеров говорят, верните квадрат. Да, не знаю. Ребята, не соглашайтесь на квадрат. Можно пройтись по торцу. Здесь не дочистила немножко птериги, видно, по нему затекло все. Вот чистый маникюр, кстати, мы сейчас делали просто одной левой ногой его перед эфиром. Чистый маникюр, кстати, это вот залог покрытия без затеков. Поэтому тоже, если понимаете, что материал начинает где-то подзатекать, то бывает такое, что где-то птериги не дочищен, значит. Сейчас же, сейчас. Угу, слушаю. Поэтому тоже на маникюр обращаем внимание. Перед покрытием базы обязательно ногтевая пластина должна быть чистая. Вот не надо квадрат. Я с вами, девочки, не надо квадрат, пожалуйста. Овальные, они просто классные. Квадрат тяжеловато им работать. Особенно если пальчик вот такой вот крошечный. Может, все цвета сделаем? Да, давай. Гулять так гулять. Так, ну погнали, вторая база. Вторая номер два. Все то же самое делаем. Первый слой. У нас здесь ультрабонд просушенный, да, на воздухе. Первый слой точно так же тоненько прокрываем с легким отступом. Какие цвета красивые. Постарались сделать универсальные. Да, ну вот такие сирень, розовый, это вообще универсальные. Мне кажется, это вот цвета гель-лаков, если брать, да, то это самые универсальные оттенки. Вот когда базу составляете только гель-лаковую, то вот розовый, сирень такая, это самые основные. Номер ноль два. Почему сделали такую вязкость, да, сделали жиже, чем файбербазы? Рассчитывали на небольшую длину, чтобы было идеальное самовыравнивание. Да, но она настолько жесткая, что ею можно и наращивать, да. Единственное, так как это все-таки жидкая база цветная, тоненькими слоями лучше работать, чтобы ничего у вас не подтепло. Да, ну можно ее всегда подпилить, конечно. Ой, пилится она очень классно. Всегда можно подпилить, поэтому... Что по вопросам? Здесь как раз, может быть, и понадобится чуть подпилить, сейчас посмотрим. Чуть-чуть затекла база у меня, возьму параллель. Я что сейчас сделаю? Вторым слоем я просто дотяну вторую параллель, вот и все. У кутикулы доложу. Цена баз. Какая у нас цена? Тонкой кистью не надо доработать. Если вам удобнее доработать тонкой кистью, вы можете это сделать. Но на самом деле здесь кисточка такая удобная, что если маникюр вы выполнили чисто, и нет необходимости. Стоимость вот у нас 900 рублей 9 миллилитров и 1215 миллилитров. Это пятнашка, да, у нас? Нет, это девятка. Да, да. По просьбам просто многих выпустили сейчас 15 миллилитров. Да, они удобные. Вот смотрите, мы подталкиваем базу под кутикулу так же, как и гель-лак. То есть я кисть не подталкиваю под кутикулу. Если я кистью коснусь кожи, то все, затек не минуем. Поэтому старайтесь очень аккуратно по линии кутикулы работать. Именно материал туда подталкивать, а не кисть. Для чего я и оставляю как раз вот этот запас миллиметровый, да, чтобы потом базу аккуратненько туда загнать вторым слоем. И чтобы она при отрастании очень аккуратно отрастала. Но если, опять же, повторюсь, если для вас работать тонкой кистью быстрее, пожалуйста, работайте тонкой кистью. Абсолютно тут нет никаких там непреложных правил, что нельзя тонкой кистью. А-та-та, бога ради, да. Чем удобнее, тем и работаем. Чем быстрее вам выровнять, тем вы выравниваете. Так, а снимать ее под ноль потом или как? Вы снимаете до тонкого слоя. Следующий, если вдруг вы хотите менять цвет, следующий слой покрываете, он хорошо перекрывает цвет. Можете снять, допустим, только топ и покрыть у кутикулу другим цветом и сделать такой градиент, допустим. Можете докрыть прозрачной базой, допустим, у кутикулы и покрыть просто каким-то другим цветом, допустим, гель-лаком вы захотели покрыть. Либо еще лайфхак. Вот как я ее снимаю, чтобы избавиться от тонкого слоя. Получается, я машинкой спиливаю практически до минимума. Остается вот этот микро-микро миллиметр. И чтобы ногти не портить клиенту, я замачиваю, делаю фольгу буквально 5 минут. И она за 5 минут, конечно же, не размочится. Но я беру белую пилочку, вот эту. И вот этой белой пилочкой, либо пилочкой для натуральных ногтей, мягкой стороной, стороной 180, просто спиливаю. И она спиливается, как резинка. Очень комфортно тогда спиливаются вот эти остатки. Вот, 5 минут в фольге. Да, тоже отличный способ. Потому что, опять же, да, эта база все-таки гель-лаковая, несмотря на свою жесткость. И она, конечно, растворима. Так, цвета напоминают твини, да. Тонкий слой жидкой базы надо под низ пропустила. Смотрите. Вообще мы не предполагали. Предполагалось, что будет наноситься сразу на ноготь. Но, если вы видите, что у вас клиент, повторюсь, да, либо с гипергидрозом, либо подростковые вот эти вот ногти, да, которые проблемные, влажные, либо какие-то вот прям активный-активный клиент, то лучше перестраховаться и нанести базу прозрачную. Я рекомендую скульпт-медиум наносить. Да. Либо жидкую бейс-гель. Вот какую-то... Лучше вообще, Наташа, вот это. Лучше медиум? Да, прям тонко-тонко-тонко. Не знаю, почему вот эта формула скульпт-медиум, она лучше дружит с эйс-бейс, чем... Ну, они по жесткости одинаковые, потому что бейс-гель жестче же, она прям жесткая. Может быть, поэтому, да. Не знаю, у нас все инструктора сейчас рекомендуют. Так что, девочки, вот наносим сначала медиум, потом эйс-бейс. Если вдруг... Ну, имейте в виду, смотрите, я надеюсь, что в конце марта, может быть, в конце апреля получится эйс-бейс уже в прозрачном виде выпустить. То есть, в принципе, тогда можно будет прозрачку нанести тонко, а потом уже цветной, да? Мы просто не подумали что-то, вот. А сейчас поняли, что формула очень удачная у эйс-бейс, и нужно делать в прозрачном виде. Так, цвет на мизинце — это четвертая база. Серая. Здесь мы сделали вторую. Лаванда. Эта база размачивается? Да, она размачивается. Ну, единственное, пигмента очень много, до конца она, конечно, не размочится. Да, ее допиливать нужно. Так каким следующий сделать? Давай розовый. А в большом объеме планируется? Сейчас есть 9 и 15, не знаю, больше будет? Не знаю, сейчас сложно, будем смотреть на продажи. Вот сейчас, когда девятки попродавали, поняли, что пятнашка нужно 100%. Вот сейчас уже есть 15 миллилитров. Вот сейчас... Я думаю... Не обращай внимания. Летом уже будет, я думаю, по продажам понятно, делать больше 30 миллилитров или не делать. Мне кажется, честно говоря, 15 достаточно. Это жидкая база, понимаете? Это не файбер-база. Файбер-база, она гуще. И, соответственно, чем жиже база, тем у нее меньше расход все равно. Рассчитана она, ну, как изначально, и вязкость, то, что она жидкая, и плотность на короткие ногти. Мне кажется, больше 15, ну, нет смысла делать. Ну, не знаю, там чисто мое мнение. Ну, да, пока, в общем, не планируется, а там по ситуации. Да. Если всем сильно очень захочется, то, конечно. Так, центрую. Также я всегда под 45 держу пальчик. Вот здесь тоже, возможно, нужно будет чуть-чуть подпилить ноготок. Сейчас посмотрим, да, потому что он немножечко, вот здесь видно, была такая прям ямка. Мы его всегда пилим. Сейчас посмотрим. Ты скажи, что мы сейчас дизайн будем делать. Да, о, боже, сейчас какой мы будем делать дизайн. О, мой гад. Вы уже это видели? Это просто песня. Где он тут, где-то, где-то. Нет, нет. Но мы сейчас будем делать цветочки. Да, Катя, я женщинка захотела цветочки. Вот такой дизайн сейчас. Да, в сочетании с черными шермиконами будет классно. Угу. Тут на большом пальчике. Вот, как она смотрит. Короче, это у нас страничка 20. Да, вот они, новые декорации уже. Сейчас мы их будем потрошить и пробовать. Так, давай, что там у нас? Холоски, палец. Вот смотрите, когда наносим в первый слой, да, есть чуть-чуть прозрачноватость, небольшая. Можно было просто добавить немного каплю побольше сделать, да. Но в таком случае, вот на таком сложной форме ногти, она могла база чуть-чуть подзатечь, действительно, да, потому что капля большая, сложно, особенно если мастер начинающий и моделируем пока не очень быстро, да, то когда база чуть более жидкая, ну, возможно, не сильно комфортно работать. Поэтому лучше сделать в две капли. Это будет и плюсом к просушке, то есть вы точно ее полностью просушите. Потому что пигмента, да. И видно, что она даже вот в такой тонкий слой очень хорошо легла и, в принципе, без проплешин. Если лампа чуть-чуть там где-то подуставшая уже, лучше, как говорится, в два тонких, но точно просушенных слоя. Наношу сначала тоненько, поближе к кутикуле, уже подхожу второй каплей. Одной каплей очень классно работать прям на сильно коротких ногтях, когда вот продольный, поперечный изгиб, там, корректировать особо нечего. Когда нет длины. Когда, да, нет длины, прям она по самой гипонихии убрана, да, тогда там что там, господи, раз-два, там. И вообще можно, я на таких клиентах иногда и самой жидкой бейсгель вообще работаю. Абсолютно нормально, держится все прекрасно. У нее адгезия бешеная, а толщина нам не нужна. То есть, ну, как бы, да, все-таки попилим, наверное. Его пилить надо, потому что вот эта косточка здесь торчит. Он всегда такой какой-то странный формы. Немножечко его налево потянула. Свернем. Можно ли эйс-бейс на ноготок, который смоделирован монофазом и зашлифован? Да, конечно. Очень круто. Конечно, да. Конечно, можно. Кто сейчас в эфире такой? Голос приятный, нравится вас слушать. О-о-о! Здравствуйте. В эфире, да, Катя Мирошниченко и Наталья Грищенко. Наташа Грищенко – это новый у нас эксперт в Эми онлайн. Сейчас мы перезаписали полностью курс по базовому маникюру с Наташей. Да, поэтому кто будет сейчас покупать курс маникюра базовый, там будет вся практика с Наташей Грищенко. Можно ли использовать… Спасибо большое за комплимент, мне очень приятно. Можно ли использовать при запечатывании? Конечно, можно. С акригелем можно совмещать? Да, конечно. Смотрите, с акригелем что имеется в виду? Если вы укрепили акригелем, опилили, сделали до укрепления и хотите покрыть как цвет, ну, наверное, все-таки не имеет смысла. Вы можете, если хотите с акригелем совмещать, вы можете взять, укрепить акригелем стрессовую зону, опилить ее и уже без опила выровнять, допустим, базой Ace Base. Вот тогда это будет, ну, иметь смысл какой-то, потому что акригель вы выпилите, там будет уже толщина задана, да, вы еще Ace Base будете выкладывать, чтобы цвет был плотный, все-таки архитектуру какую-то нужно будет, да, немножко соблюсти. Ну, соответственно, еще толщины зададите, ногти могут получиться немножко такие плюшковатые, поэтому, ну, смотря как, да, совмещать? Ну, получается, сегодня не будем работать первым номером бежевым и пятым, мы сейчас возьмем шестой. Нет, вот комплименты, если я читаю, спасибо, девочки. Какая себестоимость на процедуру? Ну, вообще, если вот длина, как у меня, маленькая. Можно посмотреть, в принципе, там в каталогах у нас же есть себестоимость процедур, вы можете посмотреть по гелю, там, допустим, что у нас примерно такой же стоимости, и можете посмотреть, просто в каталоге заменить. Вот у нас здесь есть, сейчас я найду. Так, Эмиклэр Систем, те гелем бутылочки, гелем банки. Себестоимость не сильно отличается от обычного гель-лакового моделирования, да, но тоже, смотря какие еще танцы с бубном вы совместите. Если вы там запечатываете, ну, плюс чуть-чуть добавится там натурал-композит или композит гель. Если вы акригелем укрепляете, соответственно, там, ну, сколько-то грамм композита, акригеля подобаются, да? Можно вот взять, например, за основу твинина. Твини, да, они прям по стоимости, по-моему, да, одинаковые. Это что у нас, на один ноготь, да, себестоимость? Ну, вот, смотрите, самое, это если у нас чем... Сейчас, давай тут подсушим. Чем меньше флакончик, да, соответственно, тем чуть выше себестоимость. Это себестоимость на один ноготь. Ну, соответственно, умножаем на 10, и у нас получается там 110 рублей себестоимость, если мы берем флаконы 6 миллилитров, да, у нас, по-моему, из бейс только девятки, поэтому, ну, вот, 100 рублей, в общем, себестоимость. Вполне себе, там, разница будет, ну, 5-10 рублей себестоимость, это вообще... А дайджест в электронном виде будет в этот раз? Да, да. Будет, будет. А кто уже купил обновиться курс? Конечно. Обновиться только у тех, кто купил платина. Платина, золото. Вот, у них обновиться. Так, шестой базой сейчас беленькой работаем. Смотрите, в один слой уже хорошо. Она такая более молочная. Сейчас в два нанесу, будет вообще шик кутюр. Что мне нравится в этих базах, то, что у них линия, вот эта граница отрастания, она такая вот, какая-то вот легкая дымчатая. То есть, ну, она какая-то вот такая неуловимая, непонятная. То есть, она не четкая прям граница, но в то же время она ровная. И при отрастании это очень комфортно многим клиентам, когда любят там какое-нибудь молочко покрыть, чтобы не видно, чтобы отрастало. Обратите внимание, какая белая база. Вы понимаете, что она практически как гель-лак. Поэтому кто для любителей молочных баз и белых покрытий, вот идеальный вариант белая шестая база. Вот этот вот must have. Она именно не молочная, она именно white, она именно белая. Слушай, я забыла дисперсию. В принципе, не пересохла, да, нормальная дисперсия. Ну, сейчас слайдер топом еще все равно будем добавлять. Подожди, подожди, развернуйте. Подожди. Поэтому самое главное, что вам нужно понять про Ace Base. Вязкость у нее ниже средней, да, для кого-то это будет средняя вязкость. Поэтому много не набирайте, не работайте большими каплями. Лучше в три слоя сделать, чтобы был аккуратный маникюр, чтобы не нужно было пилить. Жесткая как гель, пилится как гель, подложка прозрачная не нужна. Есть, конечно, исключения, клиенты бывают, но вообще прозрачную подложку мы не планировали использовать и не используем. Вообще она идеально наносится, как вы видите, с двух капель вообще прекрасно, просто, шедеврально. Стоимость, все верно, спасибо, что пишете. 9 мл 900 рублей, 15 мл 1200. Сейчас мы сушим, чтобы сделать дизайн. Смотрите, у нее хорошая дисперсия. Сушить 2 минуты. Если чувствуете, что жирноватая дисперсия, ну, сушите 4 минуты. Но я считаю, что нормально и 2 минуты более чем, и можно клеить слайдеры. Это очень удобно. Болера, принеси воды нам, пожалуйста. Есть клиентка, работает поваром, ничего не держится. Что еще можно придумать, как покрыть? Вы можете попробовать как раз Ace Base. Ace Base как раз можете попробовать. Можете попробовать сочетать с запечатыванием, можете с акригелем попробовать сочетать. Можете жесткий гель попробовать и сделать. То есть вам нужно будет несколько раз попробовать и посмотреть, что на ней будет держаться. Для тонких ногтей она идеальна, конечно, да, она подойдет. Смотрите, какая бусинка. Сейчас будем делать слайдеры. Вот такой. Это 84. 84, а это 83. Пчелки всякие. У нас сегодня в студию залетела муха. Я так думаю, господи, весна что ли на улице? Да, весна, ты что, у меня птички сейчас прилетели. Так, ну что, вот этот подпилим чутка все-таки. Да? Ну, тут, в принципе, не критично. Ну, вот разве что чуть-чуть, чтобы, как говорится, да. Я прям не обезжирила по дисперсии. Можно, конечно, обезжирить. Чуть-чуть вот это ухо мне, глаз мой, не радует. Все, теперь я обезжирю и могу смело работать дальше. Так, когда вот контакт с водой, про поваров, да, пишут еще. Когда контакт с водой, пробуйте подложку гель-лаковую. Бейс, гель или медиум. Когда сильно много воды, контакт с водой большой, там, парикмахер, повар или еще что-то. Чуть-чуть перекроем, чтобы дисперсия была, просто тоненько покроем. Вернем нашу дисперсию. Можно сделать вот так, можно слайдер-топ покрыть, допустим. Если вы слайдер планируете фиксировать. Когда работаете со слайдерами, которые на весь ноготь, лучше слайдер-топом воспользоваться. Он мертво держит вообще любые декорации. Никаких сколов от слоек по торцам у вас не будет. Подталкиваемся чуть-чуть по кутикуле. Обязательно пересмотрите эфир потом сначала. Сейчас мы будем дизайн делать. Так, ну что там ровно? Я думаю, что да. Не, большой пальчик не буду покрывать. Наслажденько их оставили. Так, кого? Вырезай, что хочешь? Что хочешь? Все разные, чтобы были. Вот такого. Давай вот этот листик тоже зелененький. Так, что, вот этот? Давай муху. Хочу муху. Муха вообще зачетная. Всякие ложечки. Боже, какая прелесть. У меня короткая рука. Это же так удобно будет мне. Но ты что-нибудь сделаешь? Конечно, сделаю. А как же? Это я сегодня застряла. Наверное, он проел. Купец. Приятно. Да, смотрите, как я сегодня оторвала ногу. Так, а мы шермиконы под низ. Нам же, наверное, это деклос лучше. Сначала. Не, ну нам же нужно это приклеить. Так, а там шермиконы снизу, а сверху на адрес. Или мы набрали? Сверху. Сверху, да. Ну да. Так. Есть ли в продаже слайдеры? Да, по-моему, уже начинают поступать в продаже. Да, они не поступают, а уже есть. Да, у дистрибьюторов есть. Водичку окунули, на салфеточку выложили. Тема Ace Base у нас сегодня в эфире. Блин, мы даже не написали голее в воде. Да, тема Ace Base. Мы периодически к этой теме возвращаемся, потому что так как формула новая, новый материал и много вопросов. Так, ну что, куда? Наташа, как к душе? Хочет, да? Ой, прям сегодня у меня простор для творчества. Да, делай, что хочешь. Идеальный клиент просто. Ой, я, кстати, вообще считаю, самый лучший клиент. Мне когда педитюр делают, я не вижу недостатков. Мне когда красят, мне когда... Мне вообще не все хорошо. Так, вот мне кажется, ее на указательной, наверное, да? Крылышко чуть-чуть не поместится. Да, обрежем. Давайте, на. Чуть-чуть сдвигаем слайдер. И приклеиваем, убираем подложку. Смотрите, какие они яркие. Да, они с белой подложкой. Они вообще очень крутые. Поэтому снимать надо там внимательно, потому что если снимите и зазеваетесь, она у вас свернется. Да. Слайдер в трубочку. Не зря муха залетела, точно. Видите, из-за того, что это база, и она уже цветная, здесь не нужно наносить топ-слайдер дополнительно. Это очень экономит время. Вы, получается, замоделировали, а есть еще и пилить не будете. Ну да, здесь вот буквально я что-то там подпилила, одно ребрышко, и все. Так, сейчас еще шермиконом до финиша. Может быть, сюда на мизинчик еще что-то? Да, да, бываем. А давай оттуда есть что-то там хорошее? Да, да, отсюда. А, вот беленький, красивый. Сейчас, мне кажется, он на сером был, да? Да, да. Хорошо. Был камеру в камеру. Такие нежненькие. В Чехии у нас... Так, Катя, а сырье не отличается Россия и Европа? И в Чехии у вас офис или прям завод по производству? Сейчас расскажу, девочки. Смотрите, у нас два завода. Один завод находится в России под Ростовом, Ростов-на-Дону. А второй завод находится под Прагой. Это маленький город Пшибром. Это пригород Праги. Там завод больше, чем в России, кстати. Вот. Лаборатория основная находится все-таки в России. Там есть лаборатория, но она маленькая. Вот. Потому что, так как собственники живут в России, то, соответственно, здесь лаборатория лучше работает и развита больше. Вот. И офис, он в Праге также есть. Там школа есть. Школа, конечно, не такая большая, как Простов-на-Дону. Но, тем не менее, я, кстати, хочу на днях провести прямой эфир с головным офисом в Чехии, показать вам школу в Праге. Потому что, кому интересен переезд в Европу и получить документы европейские, это очень легко сделать в Праге, в нашем офисе. Так, после нанесения слайдера обязательно наносим ультрабонт очень тоненько, прям по поверхности слайдера. Для чего мы это делаем? Мы это делаем, чтобы растворить пленку слайдера. И у нас не осталось никаких заломов слайдера. Но предварительно все-таки рекомендую обязательно слайдер разровнять, нейлдресс, да, чтобы он лежал ровно. Потому как, если у вас какие-то будут складочки, ультрабонт их растворит, и в слайдере, в нейлдрессе, у вас дырка получится. Да, я, знаешь, я все равно, даже вижу складки. Такая, думаю, а, насрать. Думаю, сейчас ультрабондом все разъестся, и складки все исчезают. Не, ну, она, если попадает на прозрачную часть, то, да, бывает такое, что косяк, ну, начинаешь работать. Особенно знаешь, что эти старые, которые, декорации, там, которые под фенди, вот, прям, лагомания были. Вот они прямо очень коварные в этом плане. Так, обязательно апельсиновую палочку берем и пленку вот по линии кутикулы, если у нас попадает где-то, убираем. По боковым валикам. Если вот на торце остается, мы после просушки можем опилить это место. А если где-то по кутикуле, то обязательно убираем лишнюю пленочку, чтобы она так не сполимеризовалась. Если будете ультрабондом аккуратно перекрывать, то ничего ультрабонд не разъедает. Все хорошо будет. У нас слайдеры наилдресса, они очень... Полимеризуем 30 секунд в лампе, достаточно. Ультрабонд наши наилдрессы очень любят, потому что они плотные, но достаточно эластичные, чтобы хорошо ложились даже на сильно какие-то арочные ногти. То есть не стоит ультрабондом проходиться по несколько раз по одному месту рисунка. Нанесли, если сразу не растворился, чуть-чуть подождите, пусть он поработает. По торцу, где есть у нас слайдер, пилочкой в одну сторону убираем. Нейл-препом можно растворить? Да, можно растворить нейл-препом. Но, смотрите, у нейл-препа нет дисперсии, у ультрабонда она есть. Поэтому, если вы видите, опять же, что у вас клиенты активные, и на торце у вас слайдер, лучше нанести ультрабонд, потому как это дополнительная дисперсионная пленка. Можно и нейл-препом. Если, допустим, как здесь, слайдер, нейл-дресс просто посередине ногтевой пластины, он нигде не вылазит за пределы, по линии кутикулы его нет, и по торцу его тоже нет. Перед нанесением шармикона мы будем использовать теклос. Можно нанести на весь ноготь, можно только там, где у вас будет шармикон, если не хотите толщины дополнительной. Ну, то есть, смотрим, да? Мы нанесем на весь. У нас, правда, ты знаешь, я смотрю, такие ногти у меня маленькие. Может, что-нибудь порежем там, какие-нибудь? Может, все-таки слова просто. Вот при покрытии теклосом, если все-таки какие-то складочки остаются, берете прям апельсиновую палочку и вот так вот все это дело разравниваете. Ну, конечно, перед полимеризацией кисточкой гель-лака берем и доравниваем наше покрытие. Наташа, там никто ничего не видит. Ну, как никто ничего не видит? Сколько человек видят? Не видно там ничего. Так, а что будем? Слова? Может, цветочки? А, ну вот эти, да, большие. Да, они там разумные все. Ну, вот эти, может, пупки. Можно что-нибудь из этого? Можно. Что-нибудь подойдет? Давай на все сразу. Давай, давай. Время, вон, 48 минут заканчивается. То я могу тогда завтра рассказывать, конечно. Классно сделать при коррекции градиент, не убирать предыдущий слой. Я так с Твине много раз показывала, что отросшую часть вы просто заполняете другим оттенком и получается градиент. При коррекции. Ультрашайн топа можно покрывать такую базу? В качестве финишного покрытия ультрашайном, конечно, очень классно покрывать. Под шармиконы, ну, я не рекомендую. Ультрашайн он очень стеклянный, и шармиконы так не приклеиваются к ультрашайну, как к текласу. Девочки, теклас наношу сейчас под шармиконы. Нам нужно убрать дисперсионную пленку, которая у нас после ультрабонда осталась. Шармиконы клеятся на покрытие без дисперсии. То есть это могла бы быть обезжиренная база из бейс, но мы сейчас нанесем лучше теклас, и на него точно очень хорошо приклеятся шармиконы. Теклас перед нанесением шармиконов сушим 60 секунд в лампе. Если вы чувствуете после просушки, что шармикон гуляет, скользит по топу, значит у вас лампа уже немножечко поработавшая, и нужно просушить чуть дольше. Либо обезжирьте. Так, давай скажем, какие у нас сейчас номера шармиконы. Так, какой у нас номер? Так, это номер 203. Девочки, это номер 203. One Line Art. Мы каждый сезон все равно выпускаем в этой технике шармиконы, потому что до сих пор пользуются популярностью все равно. Так, а это какой шармикон номер? А это шармикон номер 211. Покажи вам. Вот это вообще тоже вечная классика. Цветочки, вот эти лепесточки клиенты очень любят. На пробафленную поверхность можно клеить шармиконы. Нет, покажка будет. Нет, будет очень плохо держаться. Вам нужна такая резиновая поверхность для шармиконов. И это либо обезжиренная база гель-лака, либо топ-теклос. На баф нет, не пойдет. День открытых дверей в Ростове, он скорее всего был отменен, потому что сейчас в Ростовской области вели карантин на месяц. И сейчас пока непонятно, когда следующий день открытых дверей. Пишите мне в директ, вам скажут, когда в Ростове следующий день открытых дверей. Так, все, мы просушили минуту. Можно прям пальчиком попробовать. Если она на ощупь, то топ уже такой резиновый, шармикон приклеится отлично. Если вот вы пальчиком прошлись по топу, и блеск этот потерялся, да, как будто бы вот смазали что-то, значит, либо еще раз просушите, либо обезжирите, не досушили. Так, что-то приклеим. Нет. Ну что-то уже как-то... Может быть, правда, надписи? Да, девочки, ногти настолько у меня малюсенькие, тут здесь особо много ничего не влезет. Давай надписи подобавляем, и все. Вот. Классно все. Все вкусно, вечеринка вкусная. Кругляшок, вот, мне кажется, будет классно тоже. Так, тыщ? Угу. Такая печать, штампик. Шапку прикройте. Вот так. Это шармикон мы взяли из осенней коллекции. Золотишко не надо, да? Да, да. Мы матовым покроем. Я матовый топ хорошо ношу, поэтому... Не-не-не, вот сюда. Вот так. Или вот так. Один туда кусок, на указательный. Шармикон с текстом. Это шармикон из осенней коллекции. Они есть в наличии. Мы там сейчас заказали партию этих слов, и они недавно пришли. Там можно несколько. Мелкий, да, шрифт еще крупный добавить. Можно тут убрать даже. Вот там камера. Нет, убираем. Нормально? Да, надо, надо. Вот еще прикрыть. Прикрыли ветками. Какой номер шармикона? Сейчас скажу. Камера. Да, да. Все, и матовый, да? Угу. И перекрываем топом вельвет. Это матовый топ. Если хотим поближе к кутикуле, можно сейчас взять апельсиновую палочку и слегка отодвинуть нашу кутикулу, чтобы завести топ чуть дальше цвета. Матовым топом можно слегка выравнивать поверхность. Если, допустим, вы видите, что после нанесения базы где-то чего-то у нас пошло не так, архитектура где-то съелась, мы пропустили это на этапе моделирования, ну все, посыпалось. Сейчас уберем. Можно матовой базой слегка-слегка доравняться. Ну и, конечно же, вот это все добро убираем. Угу. Угу. Если шармиконы сразу матовым, не слайдер, а потом матовым. Да, можно сразу матовым шармиконы. Мы слайдер топом перекрываем только наилдресс, только те слайдеры, которые на бумажной подложке у нас. Если у нас силиконовые наклейки, шармиконы, можно их покрыть теклосом, допустим, еще раз, да, подровнять немножко. Перед матовым топом лучше топ-слайдером. Лучше слайдером, да, перед матовым топом. Мы сейчас просто не используем, потому что ногти, во-первых, короткие, чтобы не делать лишнюю толщину. Да. И, во-вторых, здесь не так уж много слайдеров попало на свободный край. Да, всегда делаем выбор в пользу более естественных и аккуратных ногтей. Стараемся минимизировать количество слоев при покрытии, чтобы ногти выглядели аккуратно, потому что чем короче длина, тем больше читается любая толщина, любой слой. И, во-вторых, здесь не так уж много. Чуть-чуть выравниваю, если нужно. Так, видно? Все, что на кожу попадает, естественно, перед полимеризацией убираем. Допускаем. Откуда пришло решение дать такие интересные названия Шармикон и Нелдресс? Это у нас отдел маркетинга такой классный. Девчонки веселые там работают. Шармикон, я-то, кстати, не помню. Нелдресс точно я придумала. А вот Шармикон... Шармикон... Это Шармикон я с кем-то придумала вместе. Я точно не сама это название придумывала. Вообще сейчас у нас очень классный отдел маркетинга работает. Они придумывают все сами, без моего уже участия. В два слоя матовый можно? Можно. Ну, все, финиш. Еще раз напомню, сегодня у нас был эфир посвящен Ace Base. Мы сегодня поработали четырьмя оттенками, сравнили с файбербазой. Надеюсь, что после сегодняшнего эфира вопросов будет меньше по новому продукту. Почему такая вязкость? Почему они жидкие? Почему такая плотность? Для чего? Мы ответили, мне кажется, на все вопросы, которые возникают. Вот, конечно же, идеально для короткой длины. Поэтому и плотность такая высокая, чтобы в два тоненьких слоя перекрывалась линия гипонихия. Видите, ничего не светится. Хотя толщина достаточно маленькая. Видите, нет толщины практически. Они очень классные. В один слой, в одну каплю выравниваются. То есть вы можете наносить их и в один слой. Но, опять же, чтобы подстраховать просушку, если не уверена в лампе, лучше, конечно, в два слоя работать. Ну и, на мой взгляд, это также быстрее, потому что вы быстро нанесли слой, подсушили, нанесли, подсушили. Но это, опять же, то, как я работаю. У каждого амплитуда работы своя, скорость работы своя. Если работаете аккуратно, моделируете достаточно продолжительное время, можно и в одну каплю. Если быстренько, то быстрее, конечно, в две. Все. Наташа, спасибо тебе большое. Спасибо. Да, надеюсь, что ты каждую неделю будешь теперь проводить прямые эфиры. Да, я надеюсь, да, вам было полезно. Я очень рада была с вами сегодня провести эфир. Вот. Я Наташу отмечала в сторис. Можете там найти ее аккаунт. Все. Всем спасибо большое. Всем пока-пока. Пока.